Вопрос Игоря это вопрос восприятия. Дело в том, что в каком состоянии сознания находится человек, так он и поступает. Люди делятся на волевых, на тех, кто подвержены влиянию, и на людей открытых. Соответственно, человек, который подвержен влиянию, он обычно не действует, кроме тех случаев, когда на него не оказывается специальное воздействие, чтобы он действовал, то есть оказывается какое-то давление. Есть люди общительные, которые входят в общение и совершают работу, но они это делают спонтанно и не ставят специальные задачи. Есть волевые люди, которые постоянно проецируют свою волю на кого-то, и все три ситуации они формируют в человеке внутреннее состояние. И это внутреннее состояние заставляет человека тем или иным способом поступать. У каждого из этих трех состояний есть свои положительные и опасные стороны. Если человек пассивный, то опасная сторона в том, что его ресурсы будет кто-то использовать ради своих интересов. И такого человека нужно перевоспитывать, его нужно лечить. Астрологи говорят, что нужно нарабатывать Марс. Но нарабатывая Марс, то есть волевое начало, нужно нарабатывать и систему ценностей. Когда есть система ценностей и есть воля, то в человеке сформируются те качества, которые необходимы ему для того, чтобы не быть жертвой, чтобы его ресурсы не использовал кто-то ради своих интересов. Вопрос идет в том, что используются ради интересов те, кто паразитирует. Есть люди общительные, контактные, которые входят в общение, которые действуют, но они в основном используют чьи-то штампы, Они какую-то схему используют. Это такой род людей, которые готовы действовать, но в пределах тех правил, которым кто-то дал. И есть люди волевые, которые действуют, для них это образ жизни, им нужно все время доминировать. Это часть их характера, это их цель жизни и это их способ жизни. Они по-другому жить не могут. Люди, которые общительны, для них очень важно понять, в каких пределах можно общаться, какую задачу человек ставит и понять, что происходит при общении. Если человек общительный, но не с ярко проявленными волевыми качествами, не контролирует эти вопросы, то он пойдет под влияние чьих-то штампов. Он сможет действовать, он сможет быть человеком активным, но он будет проводить чьи-то чужие мысли, чужие идеи. И время от времени он будет жить своей собственной жизнью, развиваться, а часть жизни он будет как биороботом, выполнять чужие программы. Поскольку биоробот это не только тот, кому что-то внушили, но и тот, кто не понял каких-то вещей сам, не осознал. И применяет какие-то штампы. Проблема штампов, что любой штамп делает человека зомби. Ну, в частности, у каждого человека должен быть баланс, так называемый баланс энергии. В принципе, баланс энергии, про него рассказывает любая культура, которая занимается воспитанием человека, то есть воспитание в человеке Бога. Эта система говорит о том, любая система воспитывающая, будь то йога, цигун, славянские практики, любая система, она говорит о том, что у человека должен быть баланс. То есть баланс воли, баланс восприятия, система ценностей, то есть система осмысления и плюс интуиция, то есть баланс этих энергий. Вот на уровне астрологии их еще разделяют, например, не только астрологии, но и других системах. Их еще разделяют на стихии, например, стихии огня, воды, воздуха и земли. То есть стихия огня дает человеку возможность действовать. Если у человека нет этого огня, то есть активного начала, то человеку сложно действовать, и он обычно в жизни занимает позицию, когда он выполняет чью-то волю. Но в лучшем случае выполняет волю человека, который ставит какие-то высокие, нужные для общества задачи, и человек является разумным. А в худшем случае будет выполнять, реализовывать волю человека, который выполняет свои собственные амбиции, например, либо амбиции третьих лиц. Баланс стихий, соответственно, баланс огня – это тогда, когда человек знает, когда нужно действовать, и тогда, когда нужно использовать чужую волю и принимать команду от кого-то. В любой системе есть иерархия определенная. То есть от человека начальной стадии, человека, выполняющего простейшую работу, до человека, руководящего всеми. Грубо говоря, от дворника, даже не дворника, а ребенка. Начиная от ребенка, но заканчивая, например, императором. Я не хотел бы говорить президентом, поскольку в современной обществе президент не имеет полноценной власти. У каждого есть баланс геонической энергии. Если этого баланса геонической энергии нет, то в жизни будут появляться проблемы. Баланс огня позволяет человеку действовать. Если огня не хватает, человек становится механизм выполнения чужой воли. Если огня слишком много, то человек не контролирует огонь, и начнет, возможно, не осознавая этого, кого-то давить. Умение в балансе держать энергию огня это задача каждого человека. Баланс стихий опирается на баланс четырех стихий. Огонь — это активное начало. Земля — это все земные вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности. То есть практичность. Практичность и прагматичность. Если прагматичности слишком много, человек становится материалистом и забывает про смысл жизни. Если слишком мало, человек забывает про смысл жизни, про тело, и он может стать фанатиком. Он может стать фанатиком, потому что идут какие-то образы. Человек за эти образы жестко цепляется, не осмысливает их. То есть он отрывается от материального. То есть нет баланса. Баланс стихии Земли позволяет человеку быть прагматиком в той мере, в котором баланс земного и небесного позволяет ему выживать и строить материальный мир. А каждый из вас, он в течение жизни строит этот материальный мир. Стихия воздуха, то есть стихия, позволяющая людям общаться, входить в резонанс с другими. Есть два способа входить в резонанс. Это на стихии огня, но на стихии огня вы проводите свою волю. Вы не сможете не проводить. Таково его качество. И стихия воздуха, то есть это общительность, умение входить в резонанс, включаться, отрываться от земли, идти включаться в какой-то процесс. Для стихии воздуха там тоже проявляется скрытое проявление стихии огня, но она не носит доминирующее начало. Это лишь попытка включиться в источник информации. Человек, у которого сильная стихия воздуха, он наработать себе огонь может, ему проще. В астрологии, например, воздух и огонь считаются активными стихиями. Стихия воды – это стихия восприятия, то есть стихия чувствительности, это интуиция. То есть если этого качества у человека не хватает, то человека можно обмануть. Например, если у кого-то больше интеллекта, то человек его просто завалит информацией, завалит знаниями. То есть тогда, когда у человека не хватает интеллекта, он может включать интуицию. За интуицию отвечает стихия воды, она также существует в жизни, и она обычно более сильная у людей, у кого уже выключается, Либо у того, у кого он еще не включился, то есть, соответственно, это у детей, либо у, предположим, сильно пожилых людей, у которых уже голова не очень хорошо работает. Ну, плюс она сильно работает у людей с повышенной чувствительностью того, кого называют экстрасенсом. Четыре стихии у человека должны быть в балансе. Эти четыре стихии у человека в балансе, то он сможет поступать всегда так, как должно. Человек активный, то есть он по своей природе хочет действовать. Это нормальное явление, и без этих людей в обществе ничего бы не строилось. Без этих людей в сложных ситуациях нельзя было бы справиться с сложными проблемами. Сама по себе стихия огня требует от человека динамики. Как только динамика проявляется, в человеке начинает формироваться качество, доминировать над кем-то. И создает в человеке состояние, определенное эмоциональное. То есть, если вы хотите что-то в жизни провести, вы ходите в определенное эмоциональное состояние. Почему я говорю про баланс четырех стихий? Если этот баланс четырех стихий есть, то это эмоциональное состояние у вас будет правильное. Она будет подсознательна, она будет за счет ресурсов мира формироваться сама. Когда огня много, а не хватает интуиции, не хватает земли, не хватает воздуха, доминирующий огонь начинает вводить в сознание человека состояние проекцирования своей воли на кого-то. Соответственно, создается эмоциональное состояние, в котором ты начинаешь смотреть на все элементы вокруг себя, как механизмы, которыми нужно манипулировать. И подсознательно и твоя биоэнергетика, и все твои живые существа, которые в человеке живут, а каждый любой человек – это определенное количество живых существ не только на биологическом уровне, но и на полевом. И они также перестраиваются с тобой и также начинают в этой системе работать. Особенности те, которые являются изначально волевыми существами. Человек волевой, он входит в определенное состояние. И это состояние заставляет, формирует в нем желание, потребность доминировать над людьми и определенным способом выражать свою энергию. Тут есть две стороны. Первая сторона, что не войдя в это состояние, в состояние доминирования, человеку будет сложно действовать и сложно руководить другими. И вторая сторона, когда это доминирование переходит в определенную грань, и человек перестает отдавать себе отчет в этом. То есть включается автоматика. В некоторых случаях автоматики достаточно в определенных вопросах. В некоторых случаях она становится опасной. В данном случае, чтобы яйнская энергия, то есть это активное начало, не, скажем так, не формировало в человеке, например, презрение к каким-то людям, высокомерие. Нужно всегда отдавать себя чуть-чуть, что ты делаешь, почему ты это делаешь и кем является человек. Проблема людей, что они чувствуют барьер между собой и окружающими. Например, мы все белые, да, мы, если мы видим белого человека, мы его воспринимаем нормально, сознательно. Если мы видим человека с темной кожей, идет уже какое-то напряжение. Там видим китайца, там японца, уже подсознательно мы видим, что кто-то чужой. Мы автоматически выстраиваем барьер. Если там, предположим, негр, да, подсознательно мы чувствуем еще большую агрессию, еще большую опасность, мы подсознательно выстраиваем барьер вокруг себя. Это барьер психологический, его строит само подсознание, он опирается на наш опыт подсознательный, опыт сталкивания с подобными людьми, проблемами, которые от этих людей шли. И, как правило, такие проблемы есть, и люди всех остальных раз, кроме белой, обладают более низким, как правило, уровнем сознания и потенциально могут быть опасны. То есть это не обязательно, что каждый человек опасен, но подсознательно человек это чувствует, и у людей, чья генетика, она немножко похуже, то есть более молодая генетика, соответственно, она потенциально опасна. То есть она стимулирует человека каким-то более проявленным животным инстинктом. А животные инстинкты при нужном контроле опасных, скажем так, политических существ превращают этого человека в опасного. Чем душа моложе, тем она потенциально может быть опаснее. Подсознательно, когда мы видим кого-то, кто не является для нас потенциальным родственником, мы выставляем барьер. Проблема людей, что эти барьеры, которые выставляются, они выставляются и подсознательно, они выставляются и осознанно, они выставляются и в полевой форме человека, они переходят определенную грань. Если мы переходим эту определенную грань, мы начинаем воспринимать людей как чужих. Когда мы видим, что человек чужой, мы начинаем себя над ним приподнимать и его давить. Есть такое понимание того, как баланса. Это вроде того, как вы берете мертопор и вы, предположим, рубите дрова. Если вы этот баланс не удерживаете, то есть если вы слишком сильно бьете, то вы так расколете это, предположим, какое-то бревно, какое-то полено, что он полетит в разные стороны, то есть топор воткнется, то есть у вас будут проблемы. Если вы ударяете слишком слабо, то топор останется внутри бревна, то есть у вас опять же будет проблема, что действие сделано, результата нет, топор заблокирован. Есть этот баланс и в отношении восприятия. У каждого человека должен быть этот баланс, к этому балансу нужно стремиться. Например, в духовных практиках есть такое состояние, это состояние трешенности или внутренней пустоты. Вот в идеале, когда человек волевой общается с кем-то, то есть он входит в состояние активной энергии, вот это, скажем, включился мотор, и после этого переходит в состояние спокойствия, внутреннего баланса. Если он в состояние внутреннего спокойствия вышел, то вероятность того, что вот эта активная энергия начнет кого-то давить, формировать высокомерие, она уже формироваться не будет. Конечно, это вопрос осознанности. То есть когда ты начинаешь проявлять любую динамическую энергию, то есть всегда будет идти энергия, которую будет человека подавлять. Чтобы его не подавлять, у человека должна, например, очень хорошо работать стихия интуиции. То есть ты знаешь, в каких пределах нужно оказать давление. И где твое оказываемое давление, оно является разрушением, а где является необходимой степенью воздействия. В астрологии есть такое понятие, как Юпитер в рыбах. Ну, если кто-то знаком с астрологией, Юпитер, образ Юпитера, это образ начальника, то есть человек, чья задача по жизни вести людей, направлять их, обучать их чему-то, то есть доминировать. Но не просто доминировать, а просто... проводить какое-то знание, которое формирует общество, и это общество возвышает. Юпитер — это огненная стихия, и по своей природе она склоняет к доминированию. А стихия рыб — это водная стихия, и она связана с восприятием. Если у человека, например, в гороскопе такая есть ситуация, то в нем складывается два качества. Первое — это... Ну, я еще добавлю, что с точки зрения астрологии, это состояние, несмотря ни на что, то есть огненная планета находится в водной стихии, считается, что стихией антагонисты, и что это, как бы, с одной стороны, не очень хорошо, но есть обратная сторона, то есть эзотерическая, что вот огненному сильному Юпитеру вдруг включается стихия интуиции, и динамическая составляющая, она частично гасится за счет стихии воды, а с другой стороны ей дается более тонко включаться в процесс. И такие люди умеют минимизировать свою энергию, то есть максимальной эффективностью проявить волю. Вот столько нужно, столько воли и проявить. Вот этот баланс между водой, как бы, и огнем, вот этого состояния нужно добиваться. У кого-то на момент рождения была такая ситуация, что этот Юпитер туда попал. То есть у него это умение есть от рождения. Его задача лишь отточить это мастерство до состояния определенного, ну, совершенства, до определенного уровня какого-то такого, на котором можно эффективно жить в жизни и уже потихонечку его оттачивать. У кого-то его нет. То есть и вот к этому состоянию нужно стремиться. Сам по себе любая динамическая энергия, она будет вас формировать, желание кого-то побеждать. Ваша задача чувствовать баланс между волей и необходимостью. То есть чувствовать можно через понимание, чувствовать можно через интуицию, чувствовать можно через, скажем так, тогда, когда видите происходить, то есть чувствуете и видите одновременно, что происходящее ведет к какому-то результату. То есть это немножко другая ситуация, ну, в частности, тогда, когда включается и воздух, и вода, и земля, то есть и прагматическое понимание ситуации, и резонанс, то есть ответный обмен энергии, и плюс интуиция. То есть люди, обычно существующие в жизни, вы пользуетесь какой-то одной вид энергии, как правило. То есть либо вы слушаете, это вода, либо земля формируете, что-то делаете, занимаетесь поддержанием статуса, либо резонируете, либо проявляете волю. Иногда немножко сочетаются. У идеального человека эти все вещи одновременно работают в балансе. Когда сильная, сложная ситуация, нужно действовать, начинает немножко больше работать огня. Когда ситуация, когда нужно разобраться, включается, например, либо прагматизм земля, либо вода. То есть тот механизм, которому человеку легче всего воспользоваться. Человеку с сильной волей, таких ли, к сожалению, в мире меньшинство, его задача, в первую очередь, момент, когда он начинает с человеком общаться, быть осознанным, понимать, что он делает. Вот у тебя в руках топор, и с какой силы ты должен нанести этот удар. То есть удар не на разрушение, удар, в данном случае, удар, создающий ту форму материи, которая нужна. У нас было бревно, была фломатерия. Но эта форма материи нам в данный момент недостаточна. Мы ударим топором, его делим на части, у нас появляется та форма материи, которая нам нужна, разделенное бревно. Когда мы действуем, мы также меняем форму материи. То есть ту форму материи, которая у человека была, в ту форму материи, которая у человека должна быть. На уровне понимания, например. То есть когда вы проявляете какую-то динамику, будь то, предположим, учитель, будь то начальник, то есть вы, общаясь, подположим, потенциальным подчиненным, вы меняете его материальную составляющую, я считаю, сознание тоже материальная составляющая, в ту форму, которая ему необходима того чтобы развиваться вы даете ему толчок своей волевой энергии даете ему толчок за счет даете ему какое-то знание предположим и второе у вас есть ответная реакция его какая-то стихия воздуха что вы это контролирует контролируя вот этот отдачу можно балансировать задача находиться в состоянии осознанности то есть понимать насколько вы этот топор и куда отправляете если вы чувствуете как вы работаете вы будете чувствовать что с вами происходит то есть вы научились контролировать свою энергию эта энергия внешняя тут вы научитесь контролировать энергии внутреннюю высокомерие это внутренняя энергия имеющая отрицательный статус разрушающий статус его также можно контролировать как и внешнюю энергию то есть то что направлено во вне и то что направлено во внутрь задача человека по большому счету быть осознанным да но понять осознанность она такая очень немножко сложное понятие и как-то вот в жизни он может быть сложно употреблять поэтому любое наше действие мы разделяем на какие-то по более простые формы вот в общении когда вы лидер что-то проецируете на кого-то вы первую очередь контролируете энергию вот но умение тонко контролировать энергию которую вы даете это первый механизм который вам позволит не нарушать планку после которой идет разрушение причем ситуация в том что идеального идеального давления не будет в течение длительного количества времени пока вы достигнете определенного совершенства то есть это приходит с годами у кого-то на это нужно уходит может быть несколько жизней и вы умеете при этом использовать еще и интуицию как случае с юпитер как в это астрологи с юпитером прыбок да то вы умею уже чувствуете с какой силы нужно надавить чтобы не быть высокомерным вы должны понимать какой барьер существует между вами этим человеком да то есть барьеры они были они всегда будут до того момента когда вас придет раскрытие сознания да и когда барьеры между вами миром исчезнут это есть такое состояние сознания есть такое понятие в раджа йоги пятая ступень абсолютное безразличие к окружающему миру в дзене есть такое понятие как точка нулевая точка когда между вами и вселенной нет разницы вы не воспринимаете ту разницу то есть когда вы чувствуете единство со вселенной то есть это является не ваше измышление это является вашим механизмом восприятия действительности но самое сложное в этом плане это конечно состояние вашего ума поскольку вывести в этом стане сложно есть подсознание который боится есть опыт который говорит что это опасно есть подсознательные страхи которые связаны с вашей жизнью на то есть и всегда этот барьер будет задача человека научиться опять же этим барьером манипулировать то есть управлять этим барьером где-то парьер больше где барьер меньше со временем вы научитесь все эти вещи постоянно держать в голове только вы держите не как мысленный штамп а как ощущение насколько существует барьер вот вы разговариваете с ребенком с маленьким да у вас один барьер вы приходите на улицу разговариваете с полицейским у вас другой барьер вы приходите не знаю где-то в темном закоулке встретили подозрительного человека третий барьер на эти барьеры зависит от ситуации у человека тонкого есть внутреннее состояние баланса да и он и он этот барьер сознательно сам регулирует внутри состояние чистоты его не Никакая сила не способна его разрушить, и поэтому это происходит автоматически. Пока это не происходит у вас автоматически, то есть пока вы не научились, не дошли до пятой ступени раджа-йоги, пока вы не вышли в нулевую точку сознания, когда не существует вас и что-то извне вас, ваше состояние все эти вещи научиться контролировать. Чтобы у вас не появилось высокомерие, вы управляете этим барьером. То есть этим барьером управлять не что-то извне вас, то есть не какие-то там вещи, которые кто-то где-то вам сказал, не какие-то политические штампы, не какие-то книжки, хотя книжки иногда дают информацию важную, вы лично сами этим барьером управляете. Разумеется, что нужно понимать, в каких пределах этот барьер раскрывать либо сужать. Проблема в том, что современный человек, он им не управляет этим барьером. Как правило, работает подсознание, это подсознание, вы кого-либо видите, насколько он для вас опасен или приятен, вы подсознательно этот барьер двигаете туда или обратно. Проблема человека, что он должен осознанно им управлять. Человек общается с кем-то и вынужден доминировать. Первое, что он делает, он от него, как правило, закрывается. Почему он закрывается? Потому что он должен доминировать. Доминировать, значит, человека нужно давить. То есть, если у человека не работает сильно интуиция, и он не знает предела, он не знает, как нужно действовать так, чтобы человек принял полученное волевое усилие, но при этом у него не возникло отторжение. Потому что если вы передавите человека, входит состояние стресса, он закрывается. Если вы мало проявили волю, то он вас не воспринимает серьезно. Если вы где-то на балансе, то что-то происходит. Если этот баланс нарушен, то в общении появляются определенные проблемы. Либо вам не добиться от человека необходимых действий, либо человек вас не слышит или не хочет действовать. Либо вы человека задавили, и если даже он что-то действует, то у него идет отторжение, разрушение, страх, и он в конечном счете либо будет бояться, либо будет подсознательно считать вас врагом. Самый идеальный совет в этом плане – это научиться быть в состоянии постоянного внутреннего глубокого спокойствия. И научиться использовать волю как механизм извне. Чистый механизм. То есть есть чистая воля. Есть такое понятие Марс. И он в астрологии, например, у него есть статус плюс-минус, то есть положительный-отрезательный. И насколько он большой. Там, предположим, 8, 10, 15 баллов условных. Задача человека, чтобы у него Марс был сильный. То есть это мощный механизм. И вторая, чтобы у него либо это положительный был баланс, либо нулевой. То есть находиться в состоянии постоянного спокойствия, глубокого спокойствия. Если вы находитесь в состоянии глубокого спокойствия, это самый простой механизм, то вы волю сможете использовать в той степени, в которой нужно. И у вас не будет формироваться вот этого состояния, которое называется, может быть, презрение к тому, например, или высокомерие к тому, кто ниже вас. Умение чувствовать барьер и выставлять его, чувствовать, какой силе доносить волю и внутреннее состояние. Внутреннее состояние, еще раз повторюсь, это баланс четырех стихий. При общении, например, есть люди, у которых сильно параллельна стихия воздуха. Они очень хорошо входят в общение, они очень хорошо собирают информацию. Например, с точки зрения астрологии, к этому знаку ярко более всего выражают это близнецы. То есть они очень хорошо входят в контакт, очень легко общаются, не тратят энергии на общение. Но проблема близнеца, что вот он, количество проявляемой воли у него недостаточно. То есть такого человека сделать большим начальником сложно. То есть донести информацию он может. Может получить обратную информацию, но когда нужно простимулировать человека это сделать, у него немножко не хватает волевого начала, соответственно. Но у него есть близнецов и свои другие проблемы, например, не обязательности, не умение доводить дела до конца. Ну, классические, как правило, ошибки. Но в целом, как бы вот именно ситуация с проблемой воздуха, то есть это просто работаешь с информацией, либо умеешь с помощью воли эту информацию доносить до человека. Баланс энергии. Как достичь баланса энергии? То есть существует баланс энергии на уровне тела, на уровне физиологии, баланс энергии на уровне внутреннего состояния и баланс энергии на уровне внутреннего понимания. Внутреннее понимание – это, например, знание. То есть что такое знание? Знание – это информация, это земля, это воздух, это умение этой информацией манипулировать, это вода, это чувствовать, какая информация является более верной и менее верной. И огонь – умение использовать эту информацию, чтобы помощью этой информации чего-то достичь. В идеале, конечно, у совершенного человека совершенное внутреннее состояние. И совершенное внутреннее состояние, но из состояния внутренней пустоты можно вытащить любую энергию, которая ему нужна. Нужно просто поговорить с человеком, просто собрать информацию. То есть он использует просто воздух. Просто легкое вхождение в систему, легкий сбор информации, легкий выход. Нужно понять, что человеку надо, это включается стихия воды. Вы чувствуете, что человеку надо, как ему нужно сказать. Стихия Земли нужна тогда, когда нужно рассчитать, в каком диапазоне нужно ту или иную энергию донести. Вопрос прагматичности. Соответственно, человек тонкий, находящий в состоянии внутреннего глубокого спокойствия, а вообще уровень развития человека, с точки зрения космоса, вас воспринимают как взрослых людей. Нисколько у вас роста, нисколько вы получили знаний, нисколько чему вы научились и что вы в этом мире можете построить, а в каком состоянии вы находитесь. Если вы не умеете находиться в ровно спокойном состоянии самоконтроля, с точки зрения развития вы не являетесь взрослыми людьми. Тут не важен ни ваш возраст, ни ваш социальный статус, ни ваш политический статус, ничего не имеет значения. Вас на тонком плане воспринимают как людей только тогда, когда вы умеете находиться в состоянии человека. Человек – это существо, которое находится в состоянии самоконтроля. У самоконтроля есть ментальная составляющая, когда человек понимает это. Есть составляющая, что называется, астральная, на уровне чувств, на уровне эмоций, на уровне восприятия вы находитесь в состоянии ровного баланса. В принципе, задача всех духовных школ и всех технологий саморазвития – это чтобы вы достигли состояния спокойствия и ровности ума, и спокойствия и ровности чувств. Когда вы достигаете этих двух вещей, то этими стихиями всеми балансировать легко. И легко тогда, когда нужно действовать, не впадать в неправильное состояние, у вас не будет формироваться отношение к людям немножко такое высокомерное. Высокомерие – это проблема того, что, общаясь с каким-либо человеком, вы начинаете доминировать, вы видите, что человек несовершенный, что его нужно продавить, что его нужно перевоспитать, а этот человек может не хотеть, он может быть ленивым, он может быть завистливым, он может быть глупым. И вы понимаете, что этот человек несовершенный, что к нему серьезно относиться нельзя, его нужно продавливать, то есть вы воспринимаете что-то вроде его второго сорта. Это начинает вас подсознательно формировать какие-то, может быть, нечистые какие-то неестественные вещи на полевом уровне существуют демонические существа которые вас это будут формировать соответственно потихоньку ровно вас раскачивать в нужном направлении люди более тонкие этих вещей эти вещи чувствуют особенно люди которые например ну предположим пошли некий какая-то привязанность чему-то кто-то в автоматы играет кто-то там компьютерные игры определенный момент когда человек успокаивается он чувствует это воздействие вот этих сущностей их вовну у нас много живет и чем мы занимаемся такие сущности нас живут то есть это естественная форма жизни то есть мир наполнен этими существами то есть мир многомерен мировой славяно-арийской системе один из важных базовых законов на этот закон многомерности такой много верности говорит что есть много разных форм жизни все эти формы жизни нас оказывает влияние более того мы своим отношением своим состоянием и формируем в ситуациях в которой те или иные формы жизни, приходят в нашу жизнь и в той степени, какой они на нас будут влиять, либо не будут влиять. Идеальный ответ на этот вопрос – это научиться находиться в состоянии спокойствия. Любой человек, который хочет, может, является начальником, является лидером, он вынужден работать яйинской энергией. Люди тонкие, умеют яйинскую энергию выражать в точном направлении и в универсальной форме. И тогда, для того, чтобы добиться у человека какого-то результата, нужно точное воздействие. Если кто-то из вас читал Карлоса Кастанеда, про это очень хорошо писалось. То есть, минимальное количество энергии в нужную точку. Плюс еще, конечно, должна быть морально-нравственная база, должно быть понимание, то есть, что вы делаете, почему вы делаете, что такое этика, соответственно. Вообще, универсальный, еще раз повторюсь, ответ – это внутреннее состояние. То есть, волевое начало, умение действовать. Если оно уже есть от рождения, если оно воспитано, то его забывать не надо, его можно формировать, его можно подпитывать, его можно совершенствовать. Но эта динамическая форма, она должна быть где-то вот внутри вас – это спокойствие. Вот есть четыре классических стихий – это огонь, вода, воздух и земля. И есть стихия эфира – спокойствие, балансы. По-разному называют – металлом, камнем, в разных традициях. Ваша задача – жить на уровне вот этой пятой стихии. А все остальные стихии вы, как говорится, из кармана инструмент вытаскиваете, в нужный момент используете. Ну, соответственно, когда нужно проявлять волю, вы проявляете волю. Когда нужно работать с информацией, вы используете стихию воздуха. Когда нужно быть прагматичным, вы используете землю. И когда нужно тонко чувствовать что-то, понять не механизмы ума, вы вытаскиваете эту карту. Все эти карты у каждого из вас есть. То есть и у каждого, каждое качество развиты в известной степени, исходя из вашего мирозрения, вашего опыта. Ваша задача – в нужный момент входить в правильное внутреннее состояние, то есть состояние внутренней пустоты, а на простом форме состояние спокойствия. И в этом состоянии спокойствия использовать нужный вам механизм. Вот если вы будете в течение долгого времени именно так использовать механизм, то все остальные качества, включая барьеры, они сами подстроятся под ситуацию. И сложный путь, когда вы все эти детали держите на контроле. И есть более простой путь – это находиться в правильном состоянии. То есть в этом состоянии можно учиться и уметь, можно формировать. То есть это то, что вы можете себе развить, как любое качество, например, умение говорить на каком-то языке. То есть в каждом из нас это умение быть в этом состоянии, оно изначально есть. Как только вы приходите в это состояние, вы можете использовать инструменты так, что они не будут вас формировать ничего ложного. Есть ложные качества, например, презрение – это как бы она идет через огонь, а есть качество уныния – она идет через воду. Есть, например, качество болтливости, то есть транжирство энергии – она, например, идет через воздух. То есть каждая стихия может рожать положительное или отрицательное качество. Ваша задача, в первую очередь, использовать тот механизм, который вам нужен и в нужной степени. И для этого у вас есть барьеры, осознанность, образование и морально-нравственные нормы, базовые какие-то, которые по жизни будут формироваться. Либо вы используете эти механизмы, либо вы создаете внутреннее состояние, либо все вместе, смотрите по ситуации. Любая система, формирующая, культивирующая повышение сознания, какой-то из этих инструментов вас будет использовать. Поэтому, если вы чему-то хотите научиться, берите какую-то уже базовую систему. Можно, вот как сейчас, как я вам даю, какие-то, может быть, тоже немножко, может быть, штампы. В понимании любой вещи всегда есть какая-то форма, какой-то образ. Можно пользоваться именно отдельно взятыми образами. Если вы при какой-то системе, то они разложены по полочкам, вы последовательно будете их использовать. В принципе, мастер, к которому вы приходите, он смотрит вас и смотрит, что вам нужно дать, что вам нужно отточить, и дает ту или иную технику. В каких-то духовных традициях, например, есть фиксация внимания именно на сознание, на внутреннем состоянии. Например, в дзене, в суфизме где-нибудь. А в каких-то более таких, может быть, глубоких многоструктурных традициях, например, типа видизма, там все раскладывается по полочкам. Человек может знать мельчайшие детали и управлять мельчайшими механизмами. Ну, если возможности человека позволяют, его образование, его состояние сознания, его способности, то он использует это все. Сейчас очень много в сети появилось источников по славянским знаниям разных. Вот недавно спрашивали на субботней встрече про женщину. Забыл, к сожалению, его имя, фамилию. Забыл, к сожалению. Она как раз рассказывала про ведическую традицию, про формирование в этой ведической традиции мировоззрения, как относиться, про качество по уровню. Вот интересная была фраза, что человек тот, кто формирует в людях что-то, должен на три уровня находиться выше, на три уровня сознания. Это очень сложная система, и чтобы ей пользоваться, в вашей голове постоянно должно быть огромное количество знаний. Есть те люди, которые эти все вещи могут помнить. Вот я иногда, когда смотрю этих людей, я их восхищаю. Сколько они в своей голове всего держат. То есть огромное количество базовых знаний, которые в нужный момент нужно вытащить. То есть далеко не каждый из нас это умение в себе еще точил. Вот я, в связи с моей психики, я сторонник правильного состояния сознания. Но у меня есть умение включаться в определенные ритмы, в определенные циклы, в определенные источники, что немножко является как система более сложным. Но это как бы некая следующая ступень. То есть есть еще ступень. Это по этому же вопросу. Когда вам нужно избавиться от какого-то качества, вы включаетесь в какой-то более тонкий источник. Этот тонкий источник вас формирует правильное состояние, правильно формирует вашу энергетику. Например, в некоторых школах существуют мантры. Они пропеваются в определенные мантры и вас настраиваются к определенному способу. То есть вы включаетесь в какой-то источник информации. Вообще это отдельная большая тема, например, мантры. Но это способ включения в какой-то более тонкий источник. Этот тонкий источник формирует вас то, что должно быть. Вы можете это осознавать, можете не осознавать. Если вы осознаете, что это происходит быстрее или не осознаете, что это происходит медленнее. То есть со временем, когда вы очиститесь, вы научитесь видеть и научитесь осознавать. Пока не очистите, вы будете просто чувствовать и просто будете в правильном состоянии. Большая тема и у каждого, кто будет в этой теме пытаться чего-то достичь, ему нужно выбрать какой-то свой способ. Как правило, человека хватает на что-то одно, какие-то две вещи. Есть такое правило в психологии, что человеческое внимание это как ресурс. И вы не можете этот ресурс раскладывать на бесконечное количество градусов. Есть точка и вокруг этой точки есть 360 градусов, грубо говоря. Еще с более высокой точки в плане шара, то есть в объеме еще, а еще на более тонком плане еще многомерность есть восприятие информации. Очень интересно, в плане славяно-арейских вет, они говорили о том, что, например, существуют какие-нибудь архангелы, у них, например, пространство, в которых они воздействуют, там, предположим, 256 какого-нибудь там 1825 степени. То есть это пространство, у нас пятимерное пространство, шестимерное, у них 256 какой-то степени. То есть в этих степенях они действуют, но их диапазона восприятия хватает на все. У нас диапазона хватает обычно на какую-то область. У кого-то это 3 градуса, вот ребенок маленький, он может фиксировать свое сознание, как правило, на какой-то короткий промежуток. Человек взрослый, он учится уже контролировать, расширять свое внимание. Это зависит от психики человека. У нас есть возможность в каком-то диапазоне фиксировать свое внимание. Когда мы учимся, нам нужно выбрать тот диапазон, в котором мы можем эффективно справляться с проблемой. То есть не пытаться сразу в себя выбрать все, и вы чувствуете, что это все не тянете, а выбрать тот диапазон, который работает и с помощью которого вопрос решается. Есть 4 стихии, то есть ваша задача по жизни их вести в состояние баланса, наработать каждую стихию до состояния большой силы, состояния чистоты и умения их использовать. По жизни у вас будет хватать сил, как правило, в узком диапазоне проявлять ту или иную энергию, которая необходима в данный момент времени. То есть либо это воля, либо это умение включаться в общение, либо это прагматичность, либо это интуиция. То есть чем вы станете более тонким, чем у вас диапазон расширяется, и вы можете использовать больше. Для вас важно понять тот диапазон, который эффективен при использовании. Если вы развиваетесь, используя ту или иную систему, этот диапазон будет раскрываться. Большая тема, я надеюсь, что Игоря не запутал еще больше. Нет, я все понял, спасибо. Есть практики специальные, которые позволяют, например, входить в это состояние правильно. Я понял, о чем ты говоришь, поэтому благодарю. Сейчас поговорим о техническом устройстве. Вот Игорь рассказывал про то, как перестать людей. Вот так. Я в двух словах расскажу, что сегодня происходит на семинаре. Расскажу как целительница, потому что вы пришли к людям, у которых есть определенный статус. И статус этот не связан со статусом, как называется, физического листа? Не социальный статус. Социальный статус, да, он не связан со социальным статусом. Допустим, у меня есть статус целительницы. Что это такое? Это не человек, который участвует в битве экстрасенсов и желание что-то показать из себя и как-то это в дальнейшем использовать в своей жизни. Я настройщица тонкополевых систем. Что это такое? Человек не кусок мяса и вокруг него есть большое количество систем. Они похожи на строительные леса, только всех форм и расцветок. И формы не вот так у нас треугольные, а их даже вообразить иногда сложно. Насколько красив и сложен человек на тонком плане. Я не какой-то чудодейственный человек. Я по специальности в мире, где была создана моя душа, эти существа занимаются наладкой тонкополевых систем. То есть, если где-то прорвало трубу, я прихожу, эту трубу соединяю, сращиваю и говорю человеку в физическом плане. Вот так не делай, иначе вот здесь прорвет, будет болеть голова, будешь хуже думать, будет хуже пить бизнес, неправильно выберешь жену, выражаешь непонятно каких детей, будешь страдать всю оставшуюся жизнь. То есть, моя задача починить трубу и сказать ему, вот смотри, вот это не делай, иначе будет вот это ломаться. И я напомню, что у каждого из вас есть свое предназначение. Нас как-то поправили. Мы разговаривали с теми, кто создал людей. Мы имели возможность с ними разговаривать, потому что мы знаем язык света. И мы сказали, человек же был создан по образу и подобию Божьему. Нас поправили. Не по образу и подобию Божьему, а по замыслу Божьему с возможностью реализации этого замысла. То есть, в том, что вы есть, есть замысел. И вы для определенной цели созданы Богом. То есть, в том большом мироздании, которого пока сейчас еще многие из вас, возможно, не видят и не ощущают, у каждого из вас есть своя роль в этом механизме. То есть, я налаживаю тонкополевые системы. Здесь это называется целительство. Но это не совсем точное определение. Я пользуюсь пока тем, которое есть. Поэтому на всех наших семинарах я произвожу ремонт ваших тонкополевых систем. Согласно уровню вашей кармы. Что это означает? Если вы пришли сюда и хотите развиваться. Но я вот этот пример нехорошивый привожу. Но я все-таки его привезу, чтобы понять контраст. И ваше любимое занятие – душить котят в подворотниках по выходным. То вряд ли я буду ремонтировать ваши полевые системы в полном объеме. В полном объеме они вообще ремонтируются только на реконструкцию. У нас есть такой проект. Здесь они ремонтируются в легком режиме. То есть, я смотрю, от каких демонических сущностей в ваших тонкополевых системах. Вы готовы избавиться на данный момент? Вот хороший вопрос по агрессии задавали. То есть, человек задумывается, что не так и как от этого избавиться. И я никогда не говорю вот так. Я говорю прямо, без заботы о том, что вы будете потом обо мне думать. Потому что моя задача, чтобы вы поняли, как устроен мир немножко по-другому. Вот как вы видите сейчас. И прежде, чем каждый из вас пришел на эту встречу, я могу разговаривать с теми, кто занимается непосредственно вашей эволюцией. То есть, сначала человек, большая тонкополевая система. Вот его физическое тело, вот его эго. Мы о нем будем еще говорить. Это сложная структура. Я пока говорю о простых вещах. И ваша тонкополевая система населяет различные существа, которые определяют ваше существование. То есть, допустим, печень – это живое существо, которое живет. Вот одна есть оболочка, где живут, допустим, физические органы. И также вот печень, почки – это все живые существа разных форм, расцветок и разных представлений о действительности, которые знают, что вот я – глаза, вот я – печень. Это живое существо. Его форма проявления глаз, его форма проявления печени. С какой стороны, кстати, печень находится? Я уже не там показываю. Просто я не знаю, где находятся органы, но могу их корректировать. Это не совсем нужно для моей работы – знать, как устроен человек в качестве мяса. Поэтому я иногда, может, показываю на какой-то орган, но отнеситесь к этому с пониманием. И вот эти существа. Адрес Мичел пьет, он убивает целенаправленно свое существо. То есть, каждое утро он выпивает этот стакан этой водки, эта энергия поступает на существо, и оно у него больное и никакое. То есть, оно не потому, у него печень разваливается, что кусок мяса отвалился, то есть, живое существо, которое за него отвечает, оно умерло. И новое ему живое существо Бог не даст, потому что убил старое. Научись сначала жить вот с этим старым больным существом, попробуй его вылечить и довести до состояния адекватности, и тогда, может быть, когда-нибудь, если Бог увидит, что ты перестал убивать живых существ, которые он создал, а не ты, ты берешь их, в общем-то, не то что в аренду, а это совокупность разумов, которые обслуживают некую совокупность. Я все это говорю к чему? К тому, что на наших мероприятиях, прежде чем вы сюда придете, я разговариваю с теми, кто обслуживает вашей системе, точнее, с их начальством. Потому что они приходят и говорят, вот такой, вот мы придем, я говорю, какая проблема, проблема такая-то. Я, допустим, говорю, не приходите, я не смогу это сделать здесь. Или, допустим, не приходите, уровень агрессии, то есть уровень демонов, которые живут в человеческих системах, таков, что здесь не предназначено место для того, чтобы собирались люди достаточно, в общем-то, чистые, интеллигентные, и люди такого уровня разрушенности. Потому что для этого у нас созданы специальные проекты, где мы помогаем подобным людям от этого избавиться. И мы сначала договариваемся, какие работы нужно сделать человеку. Смотрим на уровень его энергетики, на уровень его кармы. Потому что есть такая поговорка, мастер работает всегда на энергию ученика. То есть если вы никакой, и собой никак не занимаетесь, и пришли сюда, чтобы наконец-то стать каким, то вам будет вот столько сделано. Если вы занимаетесь спортом, пытаетесь разобраться о сложных, важных вопросах жизни, то вам, соответственно, делается больше. Потом смотрится, что вы дальше с этим будете делать. Если вы пойдете душить вместо пяти котят десять, то вам опять уменьшается уровень работы. Если вы решите отказаться от душения котят, то уровень работы опять выйдет. И вот такое огромное количество параметров анализируется, и для вас делаются специальные работы здесь. Поэтому меня часто спрашивают, почему ты иногда с таким лицом рядом с Гришей сидишь. Потому что когда я не говорю, я всегда работаю. То есть не обращайте на меня внимания, этим вы мне поможете. Уже когда вы проецируете на меня свое внимание, я читаю все ваши мысли одновременно. На то, на что она одета, это не к вам касается. Просто я уже чего только не видела на семинаре, чего только не слышала. Почему он с такой мордой сидит рядом с Григорием, то это, конечно, мешает немного работать. Но я к этому привыкла, ничего страшного в этом нет. Просто если не будете проецировать сильно внимание, то поможете. По поводу вопроса Игоря. Доминирование. Доминируют-то люди в связи с чем? Понимаете, раньше мы жили общинами. И в общине всегда был человек, который защищал общину. Вот у него была семья, его дети рождались и защищали вместе с ним общине. В общине был целитель. Это человек, к которому все шли, когда что-то ломалось или где-то что-то повреждалось, он мог это восстановить. В общине был священник. Как я рассказала о своем статусе, у меня есть статус целительницы. Что такое статус? Это не то, что вам назначили, вы купили, где-то украли или продали. Это ту работу, которую вы можете выполнять. И можете доказать это конкретными действиями, конкретными изменениями в физическом мире. То есть, что происходит с людьми после того, как вы делаете с ними работу. Уже сколько угодно кричать «я экстрасенс», но если вы только участвуете в битве экстрасенсов, вы ходите в модном костюме, то есть ты экстрасенс, ты помоги мир переделать, вот эту помойку убрать, вот всех этих ненужных демонов разогнать. Ты давай заниматься конкретными вопросами. Зачем ты тратишь свое время на подобные цирковые шоу? Ты не знаю, какой ты экстрасенс. Снимайся конкретной работой, для чего ты предназначен. То есть вот у этого человека нет статуса, чтобы он об этом не кричал. Потому что люди, которые познали свой статус, они начинают непосредственно это то, ради чего вас создали. Ваше предназначение. Статус приходит от того, что вы начинаете выполнять работу, и количество выполненной работы складывается у людей, в представлении от вас, в таком плане, что вы вот это, а не то, что вы там себе надумали. Это не статус. Я рассказала о своем статусе. Если Григорьевне позволит, я расскажу о его статусе. Но если… Не позволит, ты все равно скажешь. Не позволит, я не буду, я буду над собой работать. Вот поэтому ты просто скажи, хочешь ли ты, чтобы я сказала о твоем статусе или нет. Не буду бороться с неизбежным. У Григории есть статус священника. Это не тот человек, который сидит вот с таким пузом на Майбахе заезжает в церковный приход. Это человек, который накопил в себе столько любви и понимания, что когда вы разговариваете с ним, он излучает свет, который выбивает из вас всю эту грязь, от которой вы пришли избавиться. То есть священник – это человек, который светится, от которого идет свет, сжигающий у вас все ненужное. И восстанавливающий те системы, которые помогут. То есть священник – это тоже целитель. Но, допустим, если сравнивать внутренний свет накопленный у меня и внутренний свет накопленный у Григория, то я все-таки более технический специалист. Я даже если у вас что-то сломалось, и вы будете визжать там от того, что вам это некомфортно, то я просто с каменным лицом заключу ключи, сделаю, соединю, все починю, а Григорий вас потом пожалеет. То есть не тот человек, который у вас… Он может вернуться в нормальное состояние. …жалет, когда у вас что-то произойдет. То есть к этой проблеме вы не пришли, вас выслушают с каменным лицом, и конкретно скажут, что делать, вы скажете, как же так, это жестоко, и ведь болезненные вещи, говорю, сейчас скажу, на реабилитацию вот сюда, но делать надо вот это. Поэтому раньше мы жили общинами, и в общине все выполняли свою роль. То есть в общине нет главных. Не те, кто защищают общину – главные. И не те, кто в общине являются священником – главные. И не те, кто в общине являются лекарем – главные. И даже не те, кто, в общем-то, мой за вами посуду, откамливает там, не знаю, поросенка не для убийства, а для того, чтобы он радовал вас и все им повизгивание, прогуливаясь вокруг вашей деревни. Так вот… Тоже правильно. Хорошие, кстати, грибы, если высушить. Только осторожно с ними, если будете употреблять в сушеном виде лесные грибы. Они имеют очень сильно очистительный эффект. Так вот, в какой-то системе нет главных элементов. Вообще нет. Все элементы являются элементами системы. Как в часах. Одни тикают, вторые двигаются, третьи показывают. Это просто система. Вот главный тот, кто систему создал. И когда мы жили общинами, вот люди, подобные Григорию, допустим, люди раз в неделю приходили на собрание, вот так вот садились. Это не дало специальное время. Они задавали любые вопросы. Если человек пока еще не развил свои тонкополевые системы до уровня, когда он может сам говорить с Богом или с сыном, его хранителем, то подобные люди переводили ему с языка света, то, чем он хотел поделиться. Устраивались общественные разговоры. Допустим, вы хотите поговорить с каким-то важным существом. В вашей территории проживания происходят войны. Вы хотите разобраться в ситуации. Вот, допустим, то, что скажет священник, недостаточно. Священник мог войти в определенное состояние сознания и, считывая язык света, перевести вам то, что говорят вам те, кто вас создал, но кто не является сейчас жителями планеты и не существует физических тела. Это было в порядке вещей. Были специальные программы. Правду говорю? Да, да. Специальные программы были, благодаря которым люди обучались. То есть все люди, приходящие на мероприятиях, не было такого, что Григорий вещает, я тут такая вся важная хожу. Наша задача приблизить вас к развитию ваших способностей для того, чтобы вы могли сами себя обслуживать. То есть, допустим, пошли вы, не знаю, защищать свою деревню. Нет рядом Григория. Тяжелая ситуация случилась. Вы раз сели, успокоились, вошли в определенное состояние. Выслушали, что сказал ее хранитель. Сделали вот точно так. И вот военная потасовка закончилась так, как нужно. Я это к чему? К тому, что все это разрушено сейчас. И вот когда Игорь говорит, как вот не быть таким? Ты не потому такой, потому что в тебе что-то не так. Просто если бы ты с детства ходил на подобные собрания, и в деревне каждый бы занимался своим делом, то есть мне не нужно было бы закупать продукты, допустим, я вот про семинар скажу. То есть сейчас, пока у разумного человечества нет человека, который может заняться хозяйством, я контролирую очень многие процессы. Но это не моя работа. И поскольку у нас все сейчас на планете занимаются не своей работой, то есть вот когда у нас вырастут, структура вырастет до такого масштаба, что мы сможем нанимать людей, допустим, на работу, иметь какие-то свое место, где мы постоянно живем, куда вы можете приехать, иметь какие-то свои транспортные средства, чтобы можно было это все организовать более легким способом. И посмотрите, вот он не тратит время на покупку продуктов, допустим. Григорий тоже не тратит время на того, чтобы подвезти вещи от машины сюда. Каждый занимается своим делом, нет главных. Если здесь не будет камера, и вот молодой человек Дмитрий, вот Леонид, они не будут снимать, вы никогда бы нас не увидели в интернете. Как если во сне. Хорошо, если не страшно. Понимаете? И девочки, которые, вот Лена, допустим, она купила продукты, и сегодня вы будете обедать, потому что она это сделала, нарезала, купила контейнеры, привезла. То есть каждый делает свою работу. Без этого невозможно комфортное проживание. Кто-то моет унитаз, но этот человек не ниже, допустим, меня, потому что я здесь сижу и что-то вам рассказываю. Я обучаю вас своим вещам, но я хочу ходить в чистый унитаз, есть хорошую еду, быть в чистом зале. Девочки пришли, вымыли полы. Понимаете? Когда каждый выполняет свою работу, всем хорошо. Кому-то вот кто-то обучается сейчас мыть полы. Люди же есть разного уровня развития. Сейчас это делают те, кто вот, в общем-то, может быть, не должен мыть полы, но потому что они делают не свою работу, я делаю не свою работу. Поскольку наш уровень осознанности помогает нам понять, что если мы сейчас не встанем и начнем делать не свою работу, этого семинара здесь просто не будет. Поэтому все поджимают свое эго, был вопрос об эго, и делают не свою работу, договорившись так, чтобы такие мероприятия были возможны. Это умение себя контролировать, то, о чем говорил Григорий. Так вот, поскольку разрушены традиции, их надо восстанавливать. Не потому вы делаете ошибки, потому что вы какие-то ущербные. Просто представляете, вам там годик, вас мама приходит на подобное собрать, привозит. Вы сидите в этих энергиях. Вы просто, когда вам уже 25 лет, вы вообще в адеквате. Вы сами можете поговорить с ангелом, вы можете залечить свое ранение, потому что мне выгодно научить вас, чтобы вы обладали этими способностями, потому что я хочу, чтобы, допустим, у меня был чистый унитаз. Но если человек, который моет унитаз, пойдет в лес, напорится на дерево, разорвет себе кожу, подхватит заразу и там в этом лесу умрет, то у меня чистого унитаза не будет. Это вот к тому, как убрать у себя доминирование тоже. То есть вы понимаете, что все люди элементы одной системы. И они обеспечивают и вашу еду, и воду, и всякие разные потребности, которые вам нужны. Еще одна хитрость. Каждый человек создан для какой-то задачи. И даже если он сейчас маленький, худенький, никакой, мало может быть там у него ресурсов денежных, со временем тоже какие-то проблемы, может быть даже где-то агрессивный. Это не значит, что он плохой. Это значит, что любовь та, которая в нем есть, она не раскрылась и начала действовать в нужном направлении. Нужно время. Возможно, сто тысяч лет. Но неизвестно еще, кто из вас придет к финишу первым. Потому что вы можете на доминировании очень сильно застрять вот здесь. А этот человек справится с доминированием и придет к финишу первым. И когда вы, в конце концов, освободите физического тела, получите возможность не воплощаться. Придя сюда, вы его увидите и вспомните. Вы будете очень удивлены, что человек, которого, в общем-то, подпинывали, теперь далеко ушел, далеко продвинулся. Почему невыгодно подпинывать людей, почему невыгодно... Вы посмотрите, если я камешки какие-то покажу, просто выглядывайте, не стесняйтесь, если кто-то хочет что-то видеть. Почему невыгодно доминировать над другими людьми? Потому что каждый из них маленькое сокровище. И если человек себя любит, вот, допустим, с сильной волей. Человек с сильной волей. И, допустим, если у него уже начали развиваться мозги. Никто не улыбается. Он любит хорошую жизнь. Но чтобы у него все было чисто, все красиво. Чтобы у него были хорошие друзья. И яркие какие-то, не знаю, события в жизни. И вот если у него есть мозги, он смотрит на людей, которые его окружают. Разбирается в том, с какого региона космоса они пришли. Для чего они созданы. Он изучает их как маленькое сокровище. И, понимая это, он понимает, что можно из него добыть. Я не говорю, что это потребление человеком с волей остальных людей. Так поступает каждый человек. Разглядывая там своих друзей и свое окружение. Если вы изучите человека. Для этого надо удивить, выделить специальное время. Ты с ним разговариваешь. Что ты любишь? Как ты живешь? Чем ты занимаешься? Конечно, есть люди, которые любят спать, есть и размножаться. А есть люди, которые любят спать, есть и размножаться. И они, допустим, умеют прекрасно монтировать видео. Но почему не понять, что это маленькое сокровище. И объединившись в котором, вы получите видео, допустим, для своей фирмы. А этот человек получит, допустим, вы умеете тоже что-то делать, что нужно этому человеку. Это выяснится в разговоре, когда вы будете общаться. И обменявшись вещами этими, вы поймете, что без вашего видео вы свою фирму не продвинете. А этот человек поймет, что без, допустим, вы преподаватель каких-то восточных единоборств. Он не может защитить свою жизнь в подворотнике. И у вас начинается обмен. То есть да, может он какой-то там кривой, косой, и вы там уже чистый и научились за собой ухаживать. Но у него есть маленькое сокровище. Если вам нужно это сокровище, то вы научитесь его извлекать. И извлекая вот эти сокровища из всех этих людей, вы получите вокруг себя вот такую вот сокровищницу. У вас будет все – красота, интересная работа, интересные тусовки и какое-то постоянное продвижение в жизни по разным аспектам, о которых вы раньше, может быть, и не думали. То есть невыгодно давить других людей, выгодно с ними сотрудничать и обменяться сокровищами. Тогда вы получите все, что у вас есть. Еще хитрый способ понять, такой он немножко, может даже где-то шокирующий. Понимаете, вы просто звено в эволюционной цепи. Любой из вас. Есть те, кто еще не добрался до этой стадии. Я подчеркну, что, допустим, может этот человек не добрался до стадии. У него, допустим, не такое количество денег, как у вас. Но он умеет хорошо делать видео. Так вот, по финалу я видела разные ситуации, разные финалы развития событий. Я видела случаи, когда люди, умеющие хорошо делать видео, добирались до момента, когда, допустим, мне нужно воплощаться быстрее тем человеку, у которого много денег. Поэтому, видя такие моменты, ты понимаешь, что неизвестно, кто из этих зайчиков еще добежит до конечного этапа. И ты такой, да, да, ну да, ну хорошо, ты такой большой, сильный, ну что, вот маленький зайчик. Я видела, как маленькие зайчики допрыгивают быстрее. То есть, вы из двеного эволюционной цепи развиваете свои тонкополевые системы. Для этого нужно раздельное питание, физические нагрузки, изучение морально-этических норм и регулярное внедрение их в свою жизнь. У тебя хороший вопрос про использование кармы там непонятно где. Когда разовьете все тонкополевые системы, вы увидите тех, кто над вами. У меня вот реально был шок. Когда я увидела тех, кто над мной, у меня 90% списей напрочь слетело. Просто я поняла, увидев их, я поняла свой уровень развития. Я помню, когда это увидела, я плакала двое суток без остановки. Я плакала, Григорий вот помнит, я говорила, я такая уродина, я такое уродливое существо. То есть, это такой кошмар, это был такой шок, что после этого вот прекратили эксперименты, главное, не ухранители, потому что с эмоциями пока еще надо контроль искать, серьезно для того, чтобы эти эксперименты были возможными. То есть, когда я увидела, какое я ограниченное существо с двумя руками, ногами, ну что сильный характер, да, ну воля есть, да, ну и что, а чем я круче. Я увидела действительно тех, кто круче, я успокоилась. Но чтобы их увидеть, чтобы понять, что вы не круче, что над вами есть те, кто там круче настолько, что там только, я не знаю, рядом корабли космические не пролетали, развивайте свои тонкополевые системы, развивайтесь как энергетические существа. Тогда эта проблема отпадет сама собой. Один раз вы увидите, я говорю, достаточно, чтобы вся эта спесь слетела. Потом вы увидите, допустим, что то существо, допустим, вы пришли туда, осмотрелись, вот увидели существо, которое вам очень нравится, вы его супер уважаете там, и хотите у него чему-то научиться. И вы вдруг узнаете, что это существо, видите, фиолетовый тоже второй блок, является куратором того человека, которого вы регулярно гнобите на работе. Но этот-то серьезный уровень, он начнет обмениваться с вами какими-то ресурсами, какими-то идеями, учить вас чему-то, если вы попросите, если у вас достаточный уровень развития. Смотрите, как вам стремно будет. Вы, конечно, прекратите давить этого человека, но вы будете помнить это все оставшуюся в вашу жизнь. Понимаете? И когда вы будете видеть вот это высокоразвитие существа, он будет на вами просто разжирать постоянно. Он будет видеть ваши вот эти вот моральные мучения, я себе расскажу на самом деле. Я не то, что кого-то там давила, но бывают у людей с сильным характером в свои языки донора, в которых я до сих пор все еще избавляюсь. Так вот каждый раз, и понимаете, этого мучения не избежать. Потому что, допустим, это ваш Курата, вы встречаетесь с ним каждый день, и каждый день в виде его вы вспоминаете, как вы давили того человека, или как-то его некрасиво с ним поступили, или как-то его там унизили, или обидели. И все, это вечный кошмар, это вечный рак вот это вот. Потому что на этом уровне развития вы уже понимаете, что вы сделали плохо, но вы не можете избежать общения с этим учителем. То есть, чтобы вот этого всего не нахлебаться, короче, мы все в системе элементов. Но не переходите границу, вот Григорий правильно меня все время поправляет, не надо вот сейчас выбегать на улицу, о, вы все мои братья, там, я вас сейчас их обниму. И сестры. Подбежали, обняли, вот там с первого тонко-полевой системы, которую там на реконструкции, не знаю, полгод на себе нарабатывали, взял, обнял, тащил. Выбирайте людей, делайте фильтр, надо с алкашами обниматься. Но среднестатистический человек, найдите в нем сокровища и сделайте себе нормальную жизнь. Вот, оглянитесь, я не знаю, может, у вас нормально живет, там, деньги есть, любви нет, любовь есть, мозгов нет, мозги есть, денег нет. Вот я конкретный пример рассказываю. Вот у нас такие люди есть, ну среди сообщества. Обязательно, если любовь есть, мозгов нет. Это уже Григорий специалист. Зачастую. Зачастую. Давайте дальше пойдем, вопросов много, про вирусы. Как бороться? Иди сюда, вирус. Где? Попилома. Герпес. Герпес, идите сюда. Что? Я так заканчиваю. Хорошо. Кто не стесняется вирусом побыть? Попилома. Кто хочет быть геморроем? Попилома. Попилома. Ну я серьезно. Нарисовать. Вот, Игорь, иди. Иди, иди. Давай. Вот смотрите, вот человек, да, не он, среднестатистический, плохо себя ведет, он ведет себя хорошо. Он всегда, в целом. Старается. Это тоже важно. Вот у него есть тонкополевые системы. Но у Бога, ему нужно как-то протестировать эту систему. Как протестируем? Все ваши системы, мы как протестируем? Он берет и делает вирус. И вирус такой, и всех вот этих вирусов, и демонюк, всех этих раз демок выпускает. Демоны видят слабые места. Вот, допустим, человек там иногда кого-то подпинывает. Я не проигрываю вообще. И, допустим, в связи с тем, что он подпинывает, у него разрушена область, допустим, энергетическая. Вот эти вирусы, когда убегают, они даже не понимают, что у человека. Они просто видят, разрушенная область, значит, можно ворваться и продолжать жрать. Потому что так ему в систему не войти. Человек никого не подпинывает, у него стабильное, большое такое, кто вокруг него, и к нему никак. Вот как протестировать систему? Никак. Этот вирус идет, забирается вот туда в ногу, вот там поселяется и начинает все вот так вот выжирать. И говорит, Лена, у меня что-то нога болит. Я говорю, а зачем ты людей подпинываешь? Он говорит, понял, не буду. Больше людей не подпинывает. На реконструкции чем мы занимаемся? Я говорю, что человек не подпинывает людей. Достаю у него этот вирус, вот так вот его отдаю куда надо там, в специальные места. Делаю картас и говорю, Игорь, занимайся ногой. А Игорь говорит, знаешь, я приехал с этого, у меня столько дел было. Так и было. Так и было. Столько дел было. Вот. И начинает он заниматься йогой. И те, кто сущностей грегора йоги приходят вместе со мной, делают эту работу. И раз-раз нога залечилась. То есть вирус он нужен для чего? Для того, чтобы были какие-то папиломы, или что там еще у нас, что там еще. Они нужны для того, чтобы протестировать систему, найти ваше слабое место. Это люди человека, которым вам аше слабое место покажет и объяснит. Потому что каждый раз, когда человек приходит с проблемой, я тестирую. И мы спрашиваем, в связи с чем проблема. Выясняем корень проблемы и говорим, Игорь, нельзя подпинывать никого. Понял. Потому что мне нужна здоровая нога, дело даже не в пинании. Я объясняю связь между больной ногой и пинанием других людей. И другой. И его. Дальше. Понятен ответ на вопрос? Игорь, спасибо. Это любые болезни, любые удачи, любые неприятности. Вот сейчас было показано на вирусе. Давайте немножко посмеемся. Можно задать вопрос. То есть искать причину, да, самому? Если вы можете ее найти, вы можете сколько угодно фантазировать о причинах и о своих фантазиях насчет ваших фантазий. Если вы понимаете это, вы ее найдете, как только вы причину нашли, вы сразу понимаете, как устранить проблему ухода. Вот если проблема не уходит, вы правильный вопрос задаете, естественно, нужно искать причину. Но почему мы жили в поселении и почему мы все обменились? Потому что человек, который заточен под видение причин, он не может ни сеять, ни мыть унитазы, ни защищать себя. Есть люди многоразвитые, многосторонне развитые. Сейчас у нас такое время, что эти люди вынуждены это делать. Самим себя кормить, самим себя защищать. Все это делается. Но в идеале это должны делать другие люди. Вы должны это уметь делать, если что-то случилось. Но нужно объединяться в группы, которые позволят решать… Вот я вам рассказывала про маленькие сокровища. Вот, допустим, у меня такое сокровище. Почему он не спросит причину, которую я скажу за 3 секунды, а вы мне, допустим, привезете продукты на семена? Ну что, трудно? Мне не трудно. Вам не трудно. Скорость выполнения операции такая высокая. Когда все сотрудничают между собой. Когда каждый свое маленькое сокровище предлагает другим, и обменивается с ними. Никого нет главных следствий. Мы посмеемся немножко, потому что очень так все серьезно. Давайте про… Сейчас Лена сделаю как облотокрас, и вы засмеете. Давайте про покупку справа. Покупка справа в бассейне. Это вообще… Не трогайте людей. Попрошающий. Не трогайте людей. Пусть они спят. Я вот хотела еще… Если вам сложно сидеть на стуле, и вы хотите лечь, поскольку здесь медицинское учреждение такое своеобразное. Вы ложитесь, не настройте себя героя. Когда вот так вот сидели у подоконника, я понимаю, что вы сели, но вы вот так, когда делаете ноги, человек на тонком плане, нога метр высотой, и вот ваш канал энергетический, он, допустим, вот такой. Но когда вы возгибаете ногу, те существа, которые работают за моей спиной, они вместо того, чтобы быстро пройти по каналу, сделать свою работу и быстро выйти, там скорость операции очень высокая, они подходят, видят сгиб колена, и вот так вот прорезают, ходят. Соответственно, вы получите меньше услуг. Поэтому не надо тут быть какими-то модными, сидеть с поджатыми ногами. Вот люди семинары прошли, вот там вообще уже храм стоит. Они просто знают, чем это дело заканчивается, и как выйти отсюда сильно починили. Вот под деялком уже там сопят. Я еще в кренели образую. Мне кажется. Ну и без ученых, где уже прошли пять семинаров, наверное, и вот тоже, да, вот без пипа. Давайте про покупку справок. Григорий, дично ли покупать справки в бассейне? Я чуть-чуть еще добавлю по прошлой теме, то, что касается Игоря, касающейся потенциальной высокомерии. Каждый белый человек – это как бы нам родственник. Чем он в действительности более белый, тем он более реальный нам родственник. А все мы являемся частью одного организма. Ну, представьте, что все мы – это человеческое тело. Кто-то там сердце, кто-то палец, кто-то волосы, кто-то кости. Представьте, сердце, которое высокомерно относится к мизинцу. Или мизинец, которое высокомерно относится к волосам под мышкой. То есть, из своего рода эта ситуация происходит тогда, когда мы забываем, что мы часть одного организма. Я согласен, что когда разговор идет про негров, это другой организм, чужеродный во многом. Хоть чем-то на нас похож, но по сути чужеродный. Это одна ситуация. Если мы выставляем барьер между частью своего организма, то мы запускаем какую-то болезнь. Например, болезнь высокомерия. То есть, когда ты с какими-то человеком общаешься, ему что-то передаешь. Даже, например, есть такая ситуация, когда у человека головная боль. И головная боль, как правило, это ситуация тогда, когда у человека есть какие-то шлаки в крови. И они закупоривают сосуды в мозге. То есть, чтобы мозг системы работал, его нужно собрать кровью. Кровь не проходит, поскольку там шлаки. Потому что человек съел что-то, что не надо, съел у компьютера. Организму надо это прочистить. Он повышает давление, чтобы сильным давлением этот шлак протолкнуть, чтобы потом дальше можно было выкинуть. По ощущениям вы чувствуете в голове боль. Ситуация боли – это показатель того, что какая-то система не работает. То есть, что в какой-то системе есть проблемы. То есть, например, система забита шлаками какими-то. И организм, он пытается справиться с проблемой. То есть, организм – это целостная система. Если из этой целостной системы что-то убрать, то появляются проблемы. Есть какие-то более значимые органы и менее значимые органы. Конечно, сердце или мозг более значим, чем волосы. Мизинец более значим, чем волосы. Но нет ни одного органа, ни одной системы в организме. Даже пот, который выходит из тела – это тоже значимая часть организма. То есть, сердце не может ненавидеть волосы, волосы не может ненавидеть мизинец. Мы время от времени забываем, что мы часть одного организма. То есть, какой-то человек, который, предположим, наш потенциальный ученик, предположим, он – сосуд головного мозга, а мы – сердце. Там у сосуда головного мозга какая-то проблема. Или, предположим, он – кровь. У него проблема какая-то. Нам нужно совершить повышенное давление, чтобы мозг заработал, чтобы прокачать кровь. Когда мы помним, что этот человек – часть нашей системы, часть нашего организма, мы не будем к нему выражать каких-то качеств, которые будут негативными, даже если для этого нужно что-то сделать, может быть, внешне кажущееся не очень хорошим. Например, проявить излишнее проявление воли, излишней настойчивости. Когда мы помним, что это часть нашей системы, часть нашего организма. Нечто подобное есть в семье. То есть, если какая-то есть ситуация, когда кто-то в семье, но что-то сделал не так. И это нужно исправлять. И в семье у каждого есть своя доля ответственности. У кого-то она больше, у кого-то она меньше. От многих вещей зависит. У того, у кого наибольшая ответственность, пытается эту проблему решить. Предположим, ваш ребенок, ну не знаю, полился собаку чернилами. Ну, по каким-то причинам. Или на него варенье вылил, чтобы покрасить его решил. Потому что он рекламу показали, где красивый малиновый песик. Он тоже хочет своего песика сделать малиновым. Он начинает выражать творчество. Нашел варенье, пытается покрасить. Вам нужно исправить ситуацию, потому что вы понимаете, что для собаки это ненормально. То есть, она может заболеть. Что варенье, там мед, предположим, какой-нибудь дорогой. Он для этого не предназначен. То есть, вы до человека доносите какую-то идею, используя свою волю. То есть, первое, что вы делаете, это использовать стихию воздуха, доносить информацию. Второе, вы доносите свою волю, чтобы человек принял эту информацию. Если ребенок открыт, если он чистый, то он просто ее возьмет. Если у него что-то немножко не так по каким-то причинам, то не хватает в нем какого-то элемента. Он не понимает. Вам нужно использовать стихию воздуха, чтобы побольше дать информацию ему. Или стихию воды, чтобы какой-то образ ему дать, который он сможет воспринять. Либо создать какое-то действие, которое поможет ему понять суть происходящего, через стихию земли работая. Но в любом случае, ребенок это часть вашей семьи. И вы когда с ним как-то общаетесь, вы понимаете, что он как бы часть вашей системы. И вы никогда не сделаете давление больше какой-то нормы. Ребенок как бы продолжение вас. И вы самого себя гнобить не будете. Никакой человек не будет сам себя бить или кусать или щипать. Кроме серьезных заболеваний типа садомазохизма. Это уже клиника, уже серьезная стадия. Вы никогда не будете, предположим, своего ребенка, своего брата, сестру, мать, отец, дедушку. Вы никогда не будете его гнобить. У вас есть механизм понимания того, что это часть вашей системы. И в связи с этим вы себя сдерживаете. То есть вы учитесь балансировать даже там, где вам не нравится. Пытаетесь быть тоньше, бываете быть терпеливее. Когда вы ходите за зону вашей семьи. То есть вы где-то там на работе, в своем бизнесе, в учреждении. Человек уже более чужой. Он не ваш ребенок, он не ваш родственник. По крайней мере на уровне двух-трех поколений, пяти поколений. Есть некая чужеродность. Вы отдаляетесь, барьер ставите. То есть вы забываете, что часть механизма, что, например, все белые люди, то есть это родственники генетически, это часть одного большого тела. Когда вы помните, что этот человек является частью одного большого тела, что, например, это волос вашей головы. То есть вы никогда не будете над этим волосом издеваться. Может быть, где-то пойдет какое-то ограничение от вашего волоса. Вырос до земли, вы уже не можете. Хоть оно вам мешает. То есть вы не можете его там свисать, но не получается. Вы где-то его немножко обрезаете. Но вы понимаете, что часть вашего мира, вашего организма. Вот мы забываем о том, что те люди, которые нас окружают, это части нашего организма. Тогда, когда мы забываем, выставляем барьеры, мы превращаемся в тех, кто начинает уже что-то там на кого-то там давить, кого-то уничтожать, кого-то где-то. Ну, превышаем полномочий. Соответственно, у нас возникает качество, которое этому сопутствует. Соответственно, когда мы всегда помним, что это наш родственник, ну, может быть, не самый близкий. Как говорят, что на землю прилетели, согласно славянно-арийским ведам, 40 тысяч лет назад, что ли, или чуть побольше, нет, побольше прилетели. Миллион-двести, по-моему, лет нас прилетели 10 тысяч человек или около того, да. То есть, среди нас, в принципе, это все родственники. Ну, там, у кого-то с кем-то 20 поколений, с кем-то там 10, с кем-то 50, но все родственники. То есть, какой-то вам двадцатикратный брат. Если вы эти вещи бы осознавали, то каждый раз, когда вы что-то делали, да, вы делали на это поправку. Когда вы понимаете, что это часть вашей системы, вы себя сдерживаете. Вы стараетесь быть более чистым, более собранным, более разумным. Когда вы понимаете, что это чужое, да, вы эти барьеры снимаете. Вот это понимание того, что этот человек является вашим родственником, что это частью вашей системы, частью вот общего мира. Это помогает вам, может быть, поможет вам в будущем быть как бы разумнее, когда происходит та или иная ситуация, вспоминать об этом. Понятно, что когда приходит тот со стороны, там, полукровка там, или те, кто были, скажем так, не нашими родственниками, там, негры, это отдельно взятая, там, скажем, народ, созданный, насколько я знаю, паразитами, да, и понятно, что борьер становится жестким, да, но все, что было создано, было создано с разрешения и замысла творца. То есть их не просто так создали. То есть если вы начинаете понимать какие-то вещи более тонко, то и ваше отношение, и ваше состояние, оно тоже будет формироваться так же тонко, да, вы понимаете, для чего их, например, привезли на эту землю, да, и какая ваша задача по отношению к ним, да, и тогда, и вы помните про эту задачу даже тогда, когда они тупят, тогда, когда они совершают поступки неестественные. Это большая очень-большая очень тема. Но не перебарщивайте. Мы не будем перебарщивать, но вот я хотел бы это добавить. По поводу, да. Если вы чувствуете, что этот человек – составляющая вашего тела, но это не должно быть перебарщивание. То есть все составляющие моего тела, давайте сюда все алкашнят, унеяться, все бандиты, все там, в общем, все ко мне, все, прилепляйтесь на меня и сосите все, что вы сможете украсть. Нет. Если это ваш ребенок с бесстрастным лицом, когда надо, может и по попе похлопать, и по голове погладить. Должно быть без эмоций и то, и другое. А для этого надо знать и понимать законы, на которых все построено. Для того, чтобы понимать, когда шлепать, когда хлопать. И развивать себя энергетически, потому что так проще, без понималки, войти в то состояние сознания, о котором говорил Григорий, где вы не будете понимать, где вы точно будете знать, что надо и когда делать. А для этого – йога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok